Виктор Поротников. Русь против Орды. Крах монгольского ига. Часть первая. Глава первая. Раздумья хана Ахмата. Был год 1480. В узкие окна, забранные резными деревянными решетками, проливался утренний солнечный свет, разгоняя по углам душный полумрак обширного зала с высокими закругленными сводами. Мозаичный пол зала, выложенный из разноцветных речных камешков, во многих местах истрескался и просел в связи с оседанием почвы. В трещинах были и стены покоя, особенно заметные на фоне осыпавшейся штукатурки. Зал был перегорожен ширмами из раскрашенного тростника высотой человеческий рост. Благодаря ширмам внутреннее пространство зала было разделено на четыре примерно одинаковые комнаты. В одной из комнат стояла широкая кровать, в другой находились столы на низких ножках и возвышения для тех, кто здесь трапезничал, сидя на ковре по восточному обучию. В двух других комнатах стояли скамьи, стулья, сундуки и много сосудов из серебра и позолоченной меди. В древнем дворце золотоордынских ханов имелись помещения поопрятней этого довольно запущенного покоя. Однако хан Ахмат облюбовал для себя именно этот зал, поскольку отсюда можно было быстро добраться до конюшни и до дворцовой башни. Захватив власть в Орде путем переворота, хан Ахмат не слишком-то доверял своему ближайшему окружению. Смелость и удачное стечение обстоятельств позволили темнику Ахмату утвердиться на ханском троне. Татары из кочевых родов Среднего Поволжья пошли за Ахматом и сделали его ханом, желая пограбить оседлую татарскую знать и живущих в сарае купцов. Всем сторонникам Ахмата с самого начала было ясно, что у того нет никаких прав на ханский трон. Если свергнутый Ахматом Кичи Мухаммад доводился дальним родственникам знаменитому хану Тахтамышу, то есть являлся чингизидом, то в жилах Ахмата не было ни капли царственной крови. Желая хоть как-то возвыситься над своими приверженцами из степи и над оседлой татарской знатью, Ахмат стал просить себе в жены любых родственниц из золотого рода чингизидов, которые еще оставались в Казани и Астархане. Посылал Ахмат послов за царственной невестой и в далекий усул шейбанидов. Что на реке Иртыш. Однако всюду Ахмат получил отказ. Тамошние татарские ханы смотрели на Ахмата свысока, считая его безродным выскочкой и надеясь, что рано или поздно трон большой орды займет истинный чингизид. Многие степные беки обиделись на Ахмата за то, что он не позволил им дочисто разграбить сарай и оставили его, уйдя в свои кочевья. С некоторыми из них Ахмату даже пришлось несколько лет воевать, дабы силой оружия доказать всем и каждому, что в сарае сидит могучий и воинственный хан, который не потерпит открытого неповиновения в своем улусе. В это утро хан Ахмат ломал голову над тем, где ему раздобыть злато-серебра на содержание своего буйного войска, которое без военной добычи и постоянного ханского жалования становилось похожим на голодного тигра. Войско является единственной опорой для царствующего в орде Ахмата. Но в то же время военачальники этого войска могут запросто убить Ахмата, если почувствуют его слабину и останутся без ханских подарков. Ахмату было уже за пятьдесят. Это был кривоногий узкоглазый степняк, невысокого роста, жилистый и желтолицый. Он крепко сидел в седле, превосходно стрелял из лука и бросал аркан. Ахмат происходил из монгольского рода Джуркин, в котором никогда не бывало своих ханов. Род Джуркин находился в вассальной зависимости от монгольского племени унгератов. После победоносного похода войска Батухана на запад и образования на Волге Золотой Орды, унгераты вернулись на коренные земли монголов, а род Джуркин остался в донских степях вместе с прочими родами, входившими в улуз Батухана и его сыновей. После двухсотлетнего существования бок о бок с племенами половцев на берегах Дона, монголы из рода Джуркин не только позабыли свой родной язык, но и весьма существенно изменились внешне. Среди них появилось много стройных, статных, желтоволосых и светлоглазых. Половцами русичи называли живущих в степях кипчаков за цвет их волос. Половый означает по-древнерусски «желтый». Пока слуги, шаркая по полу, грубыми башмаками накрывали на столб, хан Ахмад бродил по своей неуютной спальне, одолеваемой невеселыми мыслями. Вся его казна находится рядом, за тонкой тростниковой перегородкой, однако почти все сундуки уже пусты. Звонкой монеты хватит едва ли на пару месяцев на содержание чиновников, слуг, гарема и телохранителей. Подходит срок для выплаты жалования войску, оплатить нечем. Правда, можно пустить в переплавку серебряную посуду, чтобы затем отчеканить деньги для выплаты войску. Ахмад дорожил своими сокровищами, поэтому решиться на такой шаг было для него настоящим мучением. Когда пожаловал заспанный визирь Карамурза в достойной чести трапезничать с ханом за одним столом, Ахмад первым делом заговорил с ним о последних поступлениях в казну и о мерах, предпринятых для выколачивания недоимок. Карамурза с печальным вздохом принялся сетовать на то, что торговые пошлины уже не дают большого дохода в казну, как было когда-то. Обычные налоги, коими обложены ремесленники сарая, приходится выколачивать палками. Качество ремесленных изделий сильно упало, так как после всех последних переворотов самых искусных мастеров либо перебили, либо угнали в рабство куда-нибудь в Казань или Крым, молвил Карамурза, налегая на горячий плов. По этой причине упал и спрос на ремесленные изделия. Ремесленники сидят в нужде, не имея денег для уплаты подушной подати. Земледельцев в ближней округе сарая почти не осталось, поэтому и оброк собирать не с кого. Кочевники еще выплачивают худо-бедно налог, копчур, спасущихся стад, но это сущие крохи, поскольку истинного поголовья овец, лошадей и верблюдов никто в ханском диване не знает. Для контроля за численностью крупного и мелкого скота нужен целый штат чиновников. А где взять деньги на его содержание? — А что же наши данщики? — спросил Ахмат. — От ясачных людей идут какие-нибудь поступления в казну? — Мордва больше тяготеет к казанскому ханству, и нам дань уже не платит, — невесело пояснил Карамурза. Чувашские князья тоже находятся под покровительством Казани, как и черемисы, и камские татары. От русских князей дань не поступает с той поры, как в Москве вокняжился Иван Васильевич, сын Василия Темного. — Что же, у ордынского хана нет данщиков? — сердито воскликнул Ахмат, отодвинув от себя тарелку с пловом. — Продолжение следует... Продолжение следует...